31 марта На полях еще ни одной проталины Только лишь дорога открыта Потому что ее всю зиму чистили Ну и день сегодня обещает быть красивым Ярким, солнечным Лишь к концу дня Сильные порывы ветра могут быть Но у меня планы сегодня Часов до двух походить Сейчас около девяти Субтитры создавал DimaTorzok Только что увидел дубоноса Это весной первый раз встретил Шалка далековато был Сел на подсолнечник Сейчас пройдусь Летают еще здесь эти птицы Среди них зеленушки, зяблики И вот может быть еще раз получится Дубоноса поснимать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока еще не подошел к озеру А смотрел противоположную сторону Где берег Где три дня назад видел Нору бобра Подумал может быть Если он днем выходит Заранее если Подходить я буду против ветра Поэтому надеюсь что Шум моих шагов И мой запах До бобра не дойдет Если он там Бобер явно выходил Я точно помню Два дня назад Я показывал Вот на эту ветку Вот на эту И говорил что она Диаметром примерно 10 сантиметров В том месте где он разгрыз И вот более светлый разгрыз На следующем стволе И этот ствол уже диаметром Около 15 сантиметров С него даже Капает Сок дерева Он его до конца Не отсоединил От пенька получается Но уже повалил Так что может ветки брать И кору немножко Вот здесь содрал Да Жалко Нет Камера Которую можно было бы Здесь оставить И наверняка За сутки Я мог бы наснимать Какой-то материал Буду думать О приобретении Фотоловушки Может быть через год Вот здесь еще Как раз рядом с норой Бобер разгрыз Одно дерево Оно не очень толстое Диаметр где-то Около 8 сантиметров Но оно не упало Потому что ветками Зацепилось За верх Я думаю Сейчас это дерево Надо стащить И положить рядом С норой Чтобы Еще уж он его срезал Чтобы оно не пропало Вот Оказал помощь Бобру Здесь много Свежих веток И он его Разгрызет И вот пенек остался Примерно Раз Два Три Четыре Пять Шесть Около 9 метров Длиной это дерево Вот Вот эти свежие Тонкие ветки Он любит Здесь он дотянется Здесь Меньше полуметра Он может В принципе И Здесь где-нибудь Отгрызть И укоротить Да А этот ствол Он повалил Тоже будет От него отгрызать Решил далеко не уходить Поставил фотоаппарат Отошел От Нары бобра Метров на сорок В тенечке дерева Здесь Уселся Чтобы Не было Видно меня Ветер От меня не дует В ту сторону Посижу Полчасика Заодно Победаю Может Если шума Не будет Около норы И Бобер Вылезет Сегодня Все традиционно Чай Гречка Бутерброды Сало Как хорошо На природе Посидеть И пообедать Сало Посидел я на краю дорожки около получаса, может чуть больше. Момер так и не вышел, но я хотя бы пообедал. Сейчас пойду в обратную сторону и хотелось бы, конечно, вернуться сюда. Если не завтра, то хотя бы в субботу. Мне интересно, оценит бобер то, что ему помог. Свалил это деревце, которое зацепилось ветками за крону другого дерева. Если оценит, значит он его погрызет. Пойду в обратную сторону, буду высматривать птиц, может еще кого-то смогу поснимать. На этих зарослях лепейника несколько щеглов прыгает, а там на дереве, на веточке, чечетка. Продолжение следует... Продолжение следует... Я уже даже на дорожку уселся, чтобы сильно не возвышаться. И, может быть, щеглы поближе подлетят. Вот один из них даже на снег сейчас спустился. Но все равно через веточки только получается увидеть. Подожду еще немножко. Время есть. Дорогой есть. Дорогой есть. Дорогой есть. Продолжение следует... Встал со своего места и пошел вдоль этих репейников. И вся стайка, которая там была, взлетела. Я-то думал, там пару штук всего лишь, а здесь их около 10 штук было. Просто некоторые были в такой чаще, что я их не мог рассмотреть. Ну и синичка тоже здесь питается семенами репейника. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...